Парни, я заказал новую Sony A7C Лучше бы взял второй марк Традиционно компания Sony не заставляет долго ждать новые камеры Три года прошло с момента релиза Sony A7C И вместо того, чтобы просто обновить предыдущую версию Нам предоставляют выбор между двумя абсолютно разными камерами Завёрнутыми в полюбившийся многими ультракомпактный корпус Я чувствую себя как в компьютерной игре, где мой персонаж словил левелап И сейчас мне нужно выбрать между классом его развития Друид-медведь или сисястая амазонка? Сегодня Sony анонсировали обновление классной моей любимой Sony A7C Выходит Sony A7C Mark II и Sony A7R Давайте разбираться, что это такое Начнём с прямого продолжения линейки A7C Во втором марке у нас 33 мегапикселя Что на 9 мегапикселей больше, чем на оригинальной камере Лично я считаю, что это расширение абсолютно не обязательно Потому что все обладатели вот именно этих камер Они не нуждаются в высоких разрешениях И оригинальные 24 мегапикселя это реально за глаза Потому что все фотографии, которые мы готовим, они делаются под социальные сети И 6000 точек по длинной стороне, ну это окей И сейчас мы имеем не 6000 точек, а 7000 точек В принципе, разница небольшая За все вычисления у нас отвечает классический процессор Bions XR Но что из интересного, сюда добавили отдельный AI-юнит Который отвечает за всякие там автофокусные операции Скорострельность у камеры уже классические 10 fps Камера покрыта 759 точками автофокуса Что в совокупности с вот как раз этим AI-юнитом Позволяет следить за моделью Даже если она повернут к нам спиной Ну и логично, что уже все хвастаются своими супер-ИИ-технологиями Поэтому теперь камера умеет распознавать там даже трамваи А вот что из интересного, так добавили компенсацию бесячего дыхания фокуса Это когда на автофокусном объективе вы снимаете видео Либо делаете one-shot автофокус И объектив немножечко дышит, дергается туда-сюда Перед тем, как схватить точку фокуса На самом деле я с этим не сталкиваюсь с Sony A7C Потому что я снимаю через детекцию глаз И при следящем автофокусе, конечно, никакого дыхания нет Но добавили и добавили Камеру смело можно назвать гибридной Потому что помимо классных фоточек Она теперь умеет делать 4K 60 fps Но, к сожалению, эти 60 fps доступны только в кроп-режиме С фулл-фрейма запись 4K в 30 fps идет без кропа На Sony A7C оригинальной, к сожалению, 4K она умела писать только 25 fps 30 тоже умела, но в кропе 1.1 не совсем удобно Если хотите снимать фулл-фрейм, то нужно было выставлять именно 25 fps Теперь же это полноценные 4K Ну и импрувнули систему стабилизации Теперь она дает преимущество в целых аж 7 стопов Одна из причин, почему я полюбил Sony A7C Это ее компактность, вес, размер, ну и ее эргономика Я могу управлять камерой, включить, настроить ISO-выдержку диафрагму Полностью одной рукой Единственное, что было неудобно, это переключать фото- и видеорежим Теперь же под колесом режимов появился переключатель фото- и видео и слоу-мо Вот за это отдельное спасибо Так как камера гибридная, глазок слева торчит Я очень надеялся, что его выпилят, но его оставили Если хочешь без глазка, покупай ZV-E1 На презентации второй Марк был хороший вообще Но помимо него Sony дропнули еще и версию с буковкой R Что значит Злая камера На самом деле они просто взяли Sony A7C и впендюрили в нее матрицу от Sony A7R5 На 61 мегапиксель с абсолютно теми же самыми датчиками автофокуса Здесь, кстати, намного меньше, чем в Sony A7C Mark II 693 датчика Это 79% покрытия матрицы Что значительно меньше, чем на второй версии И тут может возникнуть вопрос А зачем нам 61 мегапиксель на такой компактной камере? Если вы снимаете какую-то рекламу и вам действительно нужны высокие разрешения То, может быть, лучше взять какой-нибудь Fujifilm GFX Либо Hasselblad, либо на крайняк тот же самый Sony A7R5 Но на самом деле Sony A7R5 Сюда еще и перекочевала очень классная киллер-фича Которая наконец-то стала доступна на камерах Sony Это сжатый RAV То, что, насколько я знаю, было запатентовано компанией Canon Опять же, я не ручаюсь в правдоподобности этой информации Где-то я это слышал Надеюсь, это правда То, что компании и другие не могли интегрировать в свои камеры эту технологию Потому что она была запатентована компанией Canon Сейчас же это стало доступно Sony A7R5, Sony A7C Mark R Теперь имеют возможность использовать MRAV и SRAV Которые просто сжимают его, делают меньшее количество разрешения Делают downscale с полного full-frame сенсора до малых разрешений Это удобно, потому что файл теперь весит намного меньше И если вам нужно, не знаю, снять кадр с супер большим разрешением Вы, пожалуйста, снимаете полный RAV А если вам нужно поснимать какой-нибудь репортаж Чисто для интернетика Можно поставить SRAV И тем самым сэкономить намного больше места на карте памяти Ну а для особо упоротых Если нужно получить какое-то вообще супер заоблачное разрешение Я, опять же, повторюсь Точно так же, как на Sony A7R5 Здесь добавлена функция Pixel Shift Теперь вы можете делать кадры в 240 мегапикселей Насколько я знаю, по слухам, нам обещали в A7R еще добавить 8K видео Но, слава богу, его туда не добавили А то я представляю, как эта камера бы полыхала без активного охлаждения Ну и честно, если бы туда добавили еще и 8K То Sony A7R5 вообще бы никто не покупал Также нам показали External Grip Который позволяет вам расширить пространство под камеры Это для тех, кто жалуется, что размер камеры слишком маленький Мизинец безымянный палец проваливается И неудобно камеру держать У меня рука относительно компактная Я хватаю A7C практически полным хватом У меня мизинец уходит вниз Поэтому лично для меня этот хват идеален Никаких дополнительных гриппов снизу мне не нужно Если у вас не так, то тогда спросите себя Нужна ли вам вообще Sony A7C? Может быть, вам лучше взять полноразмерную матрицу типа Sony A7R Либо Canon, либо Nikon Смотрите на свое усмотрение К какой религии вы себя относите Еще из интересного в R-версию добавили обновленное меню Не знаю, как с A7C Mark II Будет ли оно обновлено Очень надеюсь на это Но даже если нет, вообще пофиг Потому что лично для меня оно абсолютно удобно Я к нему уже привык И здесь мы плавно подведем итог Анонс двух новых камер Это, конечно, лично для меня событие Потому что я очень влюбился в этот малый компактный корпус Который реально помещается в сумку-бананку Которую вы можете повесить себе на плечо И спокойненько идти гулять по улице Вы едете в путешествие Камера реально находится у вас под рукой Сейчас абсолютно понятна технологическая тенденция К уменьшению размера камер Чем меньше камеры Не знаю, если ваш iPhone бы умел делать Такое по качеству изображение Как, к примеру, полноформатная матрица То, понятное дело, мы бы здоровенные камеры с собой не носили А все снимали на iPhone И постепенно-постепенно Мы будем избавляться от этих здоровенных корпусов Лишних пространств Лишнего веса Потому что все будет минимизироваться Моей Sony A7C уже три года И на самом деле ее пора менять Поэтому сейчас я буду думать Брать либо Sony A7C Mark II Либо R-версию Они меня, честно говоря, обе привлекли Лично для меня в Sony A7R является минусом Малое количество датчиков автофокуса И вот это покрытие в 79% Немножечко смущает Я боюсь, что с краю какие-то объекты Могут не попасть в фокус Не зацепиться Но на самом деле это мнимый страх Потому что вряд ли такое будет Статистические объекты Все, которые я снимаю на широкий угол Они находятся там в 50% центральной части кадра Из плюсов, да, в ней есть 61 мегапиксель И в любой момент мы можем переключиться На более сжатый R-файл Именно эта киллер-фича меня сейчас и привлекает Но опять же, как часто я буду пользоваться 61 мегапикселем Если все мои кадры идут в социальные сети А переплачивать лишнюю тысячу долларов За R-версию не хочется Поэтому, возможно, я склонюсь К простому обновлению До Sony A7C Mark II И это реально камера Которую я очень-очень-очень жду Подержать в руках Поснимать, сделать тест И обязательно об этом запишу видос Если вам понравилось это видео Поддержите мой канал Поставьте лайк Подпишитесь на канал Мне будет очень приятно И до новых встреч Очень-очень жду Когда буду снимать на Sony A7C Mark II Парни, я заказала новую A7C «У-у-у» Субтитры сделал DimaTorzok